Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Всем доброго времени суток! Сегодня я прочитаю для вас детские рассказы, которые сочинил и написал мой друг. Он хочет, чтобы вы в комментариях написали свое мнение, дали свою оценку, продолжать ему что-нибудь еще сочинять. Напишите обязательно, ему будет интересно почитать ваши комментарии и посмотреть ваше мнение. А я начну читать. Всем приятного прослушивания и просмотра. Надевайте наушники, принимайте как обычно удобное положение и давайте расслабляться вместе. Серия коротких поучительных рассказов про трех друзей, очень любопытного енотика Энди, веселую лисичку Мию и умного, но осторожного жирафика Арти. События разворачиваются на сказочном острове, где зверята каждый раз сталкиваются с различными трудностями, которые им необходимо решить. Давайте вместе отправимся в этот удивительный мир. Приключений енотика Энди и его друзей иллюстрации Дарьи Блиновой. Всказочный остров. Первый рассказ поход. Далеко-далеко в море расположился небольшой сказочный остров. Он весь был покрыт густым, изумрудным лесом. На острове протекала прохладная река. На ее берегах поселились разные зверята. Они построили очень красивый город с низенькими домиками, вокруг которых было много разных цветов и фруктовых деревьев. На окраине города поселился енот Энди. Из окна его дома открывался шикарный вид на водопад, который падал с высокой горы в центре острова. Он переехал сюда недавно и ни с кем на острове не был знаком с самого начала своего пребывания здесь. Он загорелся мечтой побывать на этом водопаде, забраться на самый верх и посмотреть, какие виды открываются оттуда. Но идти туда в одиночку ему было скучно и страшновато. Поэтому он до сих пор не осмеливался. Однажды енот познакомился с лизой Мией, которая жила в соседнем доме. Зверята подружились и решили вместе пойти в горы к водопаду. Это отличная идея. Я еще никогда не была у города в горах. И тоже всегда мечтала побывать у водопада. Доброго, говорила Мия. Пока они шли, зверята шли, разговаривали и веселились. Дорога оказалась гораздо длиннее, чем они ожидали. Однако возвращаться им не хотелось. Спустя некоторое время они почувствовали усталость. Еще через какое-то время им сильно захотелось пить и есть. Мия, смотри, мы пришли, сказал Энди, поднявшись на самый верх горы. Ура! 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 Ведь действительно замечательный! Изумительно! Ответила Мия. Зверята уселись на ствол упавшего неподалеку дерева и любовались видом. В горах было тихо. Незаметно наступил вечер, пока зверята смотрели на красивый закат, опустился густой туман. «Ой! Нам надо возвращаться в какую-то сторону нам идти!» Немного испугавшись, спросила Мия. «Я не знаю. Не помню». Ответил Энди. «Пойдем сначала вниз, а там найдем дорогу». Зверята стали возвращаться, но в густом тумане они совсем сбились с пути и заблудились. Пока они искали дорогу, окончательно стемнело и стало прохладно. Им было страшно, но они продолжали идти. Они, в конце концов, вышли на знакомую тропинку, которая вела обратно в город. Лишь поздно ночью зверята добрались домой, они были очень уставшие, замерзшие и голодные. Энди и Мия очень понравилось их путешествие, но они договорились, что в следующий раз они обязательно приготовятся к походу и возьмут с собой карту, фонарик, напитки и еду. «Черничный пирог». «Было лето. Уже который день стояла невыносимая жара, и Нутенди решил прогуляться к реке, чтобы искупаться в прохладной воде. Пройдя половину пути возле небольшого домика, он заметил рыжий хвост, торчащий из кустов. Это была его подруга Лиза Мия. Затаившись, она сидела практически неподвижно, а ее взгляд был направлен в открытое окно. Но Энди был очень любопытным енотом, поэтому он решил подойти к Мие и поинтересоваться, от кого она там прячется. Не успел он это сделать, как она немного заговорила, негромко заговорила. «Смотри, Энди, в этом доме живет жираф Арти. Он готовит черничный пирог. Вот я шутут и жду, когда пирог будет готов. Я собираюсь незаметно стащить его». «А как ты собираешься это сделать?» С недоумением спросил Энди. «Я тоже люблю пироги. Может, я тебе помогу?» «Пожалуйста». Немного подумав, Мия сказала. «Отличная идея. Давай я буду отвлекать Арти, а ты в это время заберешься в окно и незаметно унесешь пирог». «Конечно», — согласился Энди. «Только как я заберусь в окно?» «Оно ведь вот как высоко. Сначала залезай на высокий цветочный горшок, который стоит у окна, а затем постарайся допрыгнуть до подоконника», — придумала Мия. «Постараюсь», — сказал Энди. «Постараюсь», — сказал Энди. Вместе они затаились в кустах и стали ждать. Спустя несколько минут духовка дзынькнула, сигнализируя, что пирог готов. Жираф Арти пришел на кухню, аккуратно достал пирог из духовки и поставил остывать на стол. Мия тут же побежала к входной двери, чтобы постучать и выманить Арти из кухни. В это время Энди начал карабкаться вверх. Сначала он залез на цветочный горшок, а потом прыгнул на изо всех сил и уцепился за подоконник, кое-как забрался в открытое окно, едва не упав. Оказавшись наверху, он незадумываясь схватил пирог, но тут был еще очень горячий. Энди обжег лапы. От боли он громко закричал и отпрыгнул назад. Оказавшись на самом краю, енот потерял равновесие, пытаясь схватиться за рамку окна, но не смог. И через мгновение он летел вниз, а вместе с ним и черничный пирог. Энди угодил прямо в цветочный горшок. Услышав грохот на кухне, Арти сразу же направился туда, чтобы проверить, что там случилось. Мия пошла за ним. На месте они увидели, что Энди застрял в цветочном горшке и никак не смог освободиться. Рядом с ним на земле лежал испорченный черничный пирог. Их план провалился. И зверятам пришлось рассказать Арти всю правду. Он рассмеялся и сказал, что вечером собирался отмечать свой день рождения вместе со всеми друзьями. Энди и Мию он тоже хотел пригласить. Зверятам стало очень стыдно за то, что они натворили. «Извини нас, Арти!» В один голос сказали Энди и Мия. «Да ничего, только вот теперь придется все отменить, потому что пирог испорчен!» Грустно пробормотал Арти. Энди и Мия посмотрели на друг друга и кивнули головами. Это означало, что они решили помочь жирафу все исправить. «Арти, давай мы поможем тебе сделать новый пирог! Вместе получится быстрее!» Сказал Энди. «Да и вкуснее не добавила Мия!» Услышав это, Арти улыбнулся и позвал зверят к себе в дом. Вместе все было готово. Зверята успели как раз к приходу гостей. Праздник удалось спасти. Пирог получился очень красивый и вкусный. С тех пор Энди, Арти и Мия стали хорошими друзьями и больше не обижали друг друга. Заброшенный дом Энди, Мия и Арти весь день провели на пляже. Они очень устали и хотели попасть домой как можно скорее. Жираф Арти сказал, что знает короткий путь, но он проходит мимо заброшенного и страшного дома. Но Энди решил во что бы то ни стало пойти по новому пути. Ему захотелось посмотреть на этот заброшенный дом. Он уговорил Мию и они двинулись в путь. Арти шел первым и показывал дорогу. Пройдя половину пути, они встретили бурого медведя в полицейской форме, который шел в сторону пляжа. — Куда это вы направляетесь? — спросил он. — Мы идем с пляжа и очень устали, — сказал Энди. — Хотим срезать путь и поскорее вернуться домой. — А что? — А вы точно знаете дорогу? — Не заблудитесь тут, — подтирасовался медведь. — Точно Арти хорошо знает эту дорогу, — Энди указал на жирафа и улыбнулся. С ним мы точно не пропадем. Хорошо медведь улыбнулся, немного помолчал и строгим голосом сказал. — Когда будете проходить мимо старого дома, держитесь от него подальше. Это очень опасное место. Будьте осторожны. И быстрым шагом пошел дальше. Дорога проходила то через колючие кустарники, то через болото, то поднималась круто вверх, то опускалась вниз. Они шли, шутили и смеялись, как вдруг Энди увидел этот дом. Он оказался действительно жутким. Двери покачались. Окна были разбиты и заколочены досками. Часть крыши обвалилась, а деревянные полы потихоньку поскрипывали. Вокруг дома был установлен металлический забор, на котором висел большой знак. Проход запрещен. Я очень хочу посмотреть, что находится внутри этого дома. Буквально пару минут и пойдем дальше, — сказал Энди. Энди. Арди, не хотя согласился, Амей решила остаться на улице. Ей было страшно заходить в дом. Зверята перелезли через забор и вошли внутрь. Там было темно и грязно. По старой скрипучей лестнице они поднялись на второй этаж и стали осматривать комнаты. Они оказались пустыми. Только в одной из них стоял сломанный старинный рояль. — Да, действительно, ничего интересного тут нет. Давайте возвращаться, — с заметным разочарованием сказал Энди. Они направились в сторону лестницы, как вдруг раздался сильный треск. Под арте проломился деревянный пол, и он провалился на первый этаж. Энди мигом спустился по лестнице и подбежал к арте. Жираф был полностью завален тяжелыми обломками. — Мне не пожевелиться, я застрял, — испуганно произнес арте. Энди старался как мог, но одному ему было не под силу расчистить завал. — Мия, зови на помощь! — крикнул он. Мия побежала обратно на пляж. Она добежала так быстро, как только могла. Нашла медведя полицейского и рассказала о случившемся. Он связался по рации со спасателями, направился к дому, где попали в беду зверята. Когда Мия с полицейским прибежали, спасатели уже расчистили завал и освободили арте. К счастью, с ними все было в порядке. Получил лишь пару царапин. — Я же явно сказал, что чтобы вы держались подальше от этого дома, он может разрушиться в любое время. Именно поэтому я запретил вам туда заходить, — нахмурившись, строго сказал медведь. — Простите нас, мы обещаем, что больше не будем туда ходить, — сказал Энди. — Да, и никогда не будем залазить через этот забор, — добавил Арте. Медведь улыбнулся и обнял зверят. — Я рад, что с вами все в порядке, — сказал он. — А теперь ступайте по домам. Уже поздно и скоро стемнеет. Зверята ходили еще много раз новой дорогой на пляж, но в этот дом больше не заходили. День смеха. Это было обычное утро выходного дня. Енот Энди проснулся рано утром и решил пойти в гости к своему другу жирафу Арте. Они заварили ароматный чай, и Арте поставил на стол небольшую коробочку овсяного печенья с кусочками шоколада. — Арте — это очень вкусное печенье. — Мне очень понравилось, — сказал Энди, съев несколько штук. — Знаю, что печенья в магазине не купить. Мия избегла их сама. — Кстати, и для тебя тоже. — Сходи к ней в гости. Она хотела тебя угостить, — спокойно ответил Арте. — Правда? Тогда я пойду к Мия прямо сейчас. Энди тут же встал из стола и направился к Элизи Мия. Больше всего енот обожал всякие сладости и очень обрадовался тому, что сказал Арте. Довольно быстро он добрался до дома Мии и стал стучать в дверь. — Мия, это я. Открывай. — Я пришел за печеньем, — кричал Энди в закрытую дверь. Мия открыла дверь и в недоумении спросила, за каким таким печеньем ты пришел. — Как за каким? — Арте сказал, что ты избегла печенье для меня. Обиженно сказал Энди. — Ах, это Арте. Мия рассмеялась. Он же тебя разыграл. Сегодня 1 апреля — день смеха. В этот день принято шутить, разыгрывать друг друга. — Ты что, никогда не слышал об этом? — Нет. — Нет. — Еще более разочарованно, — сказал Энди. — Но похоже это весело. Я должен тоже разыграть Арте. Сказав это, он буквально сорвался с места и побежал к жирафу домой. — Арте, слушай, я был у Мии. Она просила, чтобы ты помог ей кое в чем. — Это срочно, правда? — Сбегай к ней, пожалуйста. Я очень устал и побуду пока у тебя, — сказал Энди. А его глаза при этом сурно блестели, а на рано блестели. У Арте закралось подозрение, что Энди его обманывает. А что, если он говорит правду? Он не хотел подвезти лисичку и все же проверил другу и стал собираться. — Хорошо, я скоро вернусь, — сказал Арте. И направился к дому Мии. — Сработало! — крикнул Энди. — А теперь посмотрим, где Арте хранит свои вкусные печенья. Энди начал поиски. Он открывал все ящики и шкафчики подряд на кухне. И, наконец, нашел несколько коробок печенья, лежащих на верхней полке. Недолго думая, он достал их и съел все до единой крошки. От такого количества съеденного печенья у него разболелся живот. В это время в дом пошли Мия и Арте. — Хорошая шутка, — сказал жираф. — Ой, а что тут случилось? Немного погодя, — добавил он. Все ящики и шкафы на кухне были открыты. На столе лежали несколько пустых коробок, а весь пол был усыпан крошками от печенья. — Прости, Арте, я так расстроился, что Мия не испекла мне печенья, что я решил съесть все твои, пока тебя не было дома. — Теперь у меня сильно болит живот, — зажмурившийся от боли, — сказал Энди. — Энди, ты так быстро убежал, что я не успела тебе сказать, что это была шутка. — На самом деле тебе я тоже испекла печенье. — Вот возьми, пожалуйста, — сказала Мия и протянула большую коробку с печеньем Энди. — Ух ты! Спасибо большое, Мия! Энди взял коробку печенья, посмотрел на нее. Ему стало очень стыдно перед Арте. — Прости меня, Арте, давайте съедим это печенье вместе, — предложил Энди. — Конечно. — Не переживай об этом, — ответил жироварди. — Зверята заварили свежий чай и до позднего вечера шутили, смеялись и наслаждались вкуснейшим печеньем. Все, кроме Энди, ему было не до смеха. У него болел живот из-за того, что он съел так много печенья сразу. Велосипед Энди и Арте гуляли по городу и решили зайти в спортивный магазин. Он был огромный, и там было много всего интересного. Зверята заходили и смотрели на товары, как вдруг Энди увидел отдел с велосипедами. — Вау, Арте, смотри, это просто мечта, — сказал Энди и направился прямиком к одному из велосипедов. Это была довольно дорогая модель, блестящая синяя рама, большие колеса и яркие фонарики впереди и сзади. — Да, это очень быстрый велосипед, — добавил Арте. — Только он очень дорогой, смотри, сколько стоит. — Эх да, мне такой велосипед никогда не купить, — расстроился Энди. — Пойдем отсюда, — грустно пробормотал он и направился к выходу. Енот Энди и жираф Арте вышли из магазина и пошли гулять дальше. Они шли и молчали, потому что настроение Энди было испорчено. Он уже представлял, как весело было кататься на новом велосипеде по городу. Он даже мог бы поехать на нем в поход или на пляж. Вдруг Арте заговорил, — Энди, не расстраивайся ты так сильно из-за этого велосипеда. Если ты действительно хочешь этот велосипед, то ты обязательно его купишь. — Да как же, ты видел, сколько он стоит, — обиженно сказал Энди. — Конечно, я видел, сколько он стоит, — ответил Арте. В это время зверята подходили к дому Арте. Жираф подошел к своему гаражу, который находился рядом с домом, открыл ворота и показал Энди свой велосипед. Это был такой же практический велосипед, как тот, что понравился еноту в магазине, только этот был черного цвета. — Смотри, Энди, на самом деле секрет очень прост. Ты же каждый день ходишь в магазин и покупаешь свои любимые овсяные печенья, а вместо этого ты бы мог откладывать эти деньги в копилку. Тогда через некоторое время ты накопил бы достаточно, чтобы купить велосипед с умным видом, — сказал Арте. — Я всегда так делаю, когда хочу купить что-то дорогое. И на этот велосипед мне пришлось даже копить, — добавил он. — Да, я действительно много ем печенья, — улыбнулся Энди. — Конечно, будет трудно отказаться от него, но я все-таки попробую. — Молодец, Энди, — подбодрил его Арте. — Я верю, что у тебя обязательно все получится. Энди твердо решил, что будет копить на велосипед. Он стал покупать гораздо меньше печенья, хоть это было тяжело. Таким образом, к концу лета у него набралась достаточная сумма на покупку. Энди пошел в магазин и купил заветный велосипед. Его радости не было предела. Он был счастлив. Благодаря совету Арте Энди смог осуществить свою мечту теперь вместе с жирафом. Они катались по городу, ездили на пляж и даже договорились вместе отправиться в погоду на велосипедах. «Рыбалка». Енот Энди неспешно прогуливался в парке. Он увидел жирафа Арте, который возвращался домой с рыбалки. В руках он нес удочку и ведро полной рыбы. «Привет, Арте, ты не мог бы дать мне свою удочку, пожалуйста?» «Я тоже хочу пойти на рыбалку», — сказал Энди. «Конечно, бери, Энди, там столько рыбы, всем хватит». Арте отдал ему свою удочку и пошел дальше. А Энди, довольный, побежал к реке. Вскоре Энди уже сидел на берегу реки и забрасывал удочку. Прошло всего несколько минут, а ему казалось, что сидит он здесь уже целую вечность. «Ну давай же, рыба, где ты?» Он то и дело закидывал удочку в воду и тут же доставал ее обратно, чтобы проверить, не поймалась ли рыбка. А еще нетерпеливо переходил с одного места на другое. «Да что же это такое здесь, что рыбы нет?» «Не нравится мне такая рыбалка», — воскликнул Энди и выбросил удочку в кусты. И со спорченным настроением янот направился в сторону своего дома. По пути он встретил Лизу Мию. В руках у нее была целая корзина ягод. «Привет, Энди. Ты откуда идешь?» — поинтересовалась Мия. «Я был на рыбалке, на речке. Только там нет сегодня рыбы. Я вообще ничего не поймал». «А где ты?» — набралось только земляники. Поинтересовался Энди. «Сейчас начался сезон ягод. В лесу их полным-полно. Можно собрать сколько хочешь», — ответила Мия. «Ой, как здорово! Я сейчас же пойду в лес за ягодами!» — воодушевленно воскрикнул Энди и ушел, не дождаясь ответа от Мии. «Енуд взял дома ведерко и вышел на тропинку, которая вела в лес». «Так, посмотрим, где тут ягоды. И правда много. Энди увидел поляну, всеусеянную земляникой. Он очень обрадовался и начал собирать ягоды. «Одна, вторая, третья...» «Не так-то и много здесь ягод». «Четвертая, пятая...» «Я так буду весь день собирать...» «Шестая, седьмая, восьмая...» «Энди какое-то время собирал ягоды, но ему совсем не нравилось это занятие. Не знаю, где Мия нашла столько ягод, но так собирать я не хочу. Слишком это тяжело и долго». С этими словами Энди взял ведерко и направился в сторону дома. «Вечером зверята собрались вместе во дворе, чтобы поиграть и отдохнуть. Но Энди сидел и молчал. Ему было обидно, ведь сегодня он остался без рыбы и без ягод. Ещё ему было стыдно перед Арди за то, что выбросил ему его удочку. Жираф Арди рассказал, как утром ловил рыбу в реке, а затем, когда вернулся домой, он приготовил на ужин рыбный суп. И тон был очень вкусный. Лиса Мия рассказала, как сегодня сильно устала, потому что собрала очень много вкусной и сочной земляники. Она вдоволь ей наелась, а отдавшиеся ягоды, решила запасти, чтобы зимой было чем полакомиться. Энди слушал их и понял, что начатое дело обязательно нужно доводить до конца, как это сделала Мия ягтя, даже если это нелегко. Следующим утром Энди вернулся на речку, нашёл удочку Арди и наловил целое ведро рыбы. Он понял, в чём секрет. В любом деле нужно быть более терпеливым. Спасибо за внимание. Пишите ваше мнение в комментариях, как вам понравилось. До скорых встреч. Пока-пока.